Доброго времени суток, мои дорогие друзья! Ещё немного и вторую половину года можно будет официально называть Шьямалановской. Сначала, значит, Кутрополя-младшая выпускает своих ватных наблюдателей, где вовсю представляет своё лучшее средство от бессонницы, а теперь старший дропает свой детективный трейлер с гениальнейшим названием. Это ловушка! И вы знаете, давно я не наблюдал такой резкий спад прямо посреди фильма. Первая половина – шедевр, безусловный. Загадка, напряжение, всё интересно, смотришь затаив дыхание, а вторая половина – это полнейший мрак. Нынешний Шьямалан вернулся прямо посреди съёмочного процесса и нафантазировал чуть ли не суперспособности у главного злодея, что вдруг, неожиданно, научился мало того, что испаряться на ровном месте, так ещё и вызывать деменцию и слепоту у всех присутствующих в кадре персонажей. И вся прелесть фильма тут же сходит на нет. Ну и под стать этому спаду кульминация ровно такая же бездарная и дебильная, какую её можно только представить. Самым клишированным финалом в сияй кинематографа в стиле боевиков 80-х. В общем, хорошо же болтать. Это обзор фильма… Это ловушка! Берёт своё начало фильм в машине, где пожарный Купер везёт свою дочь Райли на концерт её любимой певицы. Мероприятие дофига масштабное. Чуть ли не все подростки города собрали, чтобы лицезреть некую леди Ворону. Она же ещё одна дочь Шьямалана. По дороге Купер чё-то обращает внимание на то, как много здесь охраны. Ну, для такого мероприятия это вроде норм, разве нет? Столько народ-то. Но его в этот момент чуть напрягает. А всё почему? А потому что Купер-то у нас долбанный чикатило. Да, я чуть поторопил события, но то, что он маньяк, раскрывается тоже довольно рано. В одном из его домов прямо сейчас торчит скриптонит на цепях, которого он оставил на потом, ведь пока он занят. Занят тем, что развлекает свою дочь. Ну и, естественно, ни дочь, ни жена, ни кто-то ни был ещё не знают о его тайном увлечении. Кстати, здесь даётся пусть и такой себе, но всё же ответ на то, почему он занимается этими делами. Всё дело в его проблемных отношениях между ним и его мамой. Какая конкретно кошка между ними пробежала, так и неизвестно, но она всюду ему мерещится, именно галюны с ней отчасти его и подведут, но сейчас не об этом. Почему же всё-таки здесь так много охраны? А всё потому, что незадолго до концерта этой самой певице сообщили, что сегодня здесь будет тусить и всеми известный маньяк. Но кто он и как он выглядит, опять же, никто не знает. Поэтому шмонать будут всех представителей мужского пола. Как им это удастся, хрен его знает. Зато известно, сколько здесь мужиков. Всего площадка вмещает в себя 25 тысяч зрителей, но на концерте присутствует 20 тысяч 642 человека. 17% из них мужики, то бишь в районе 3000 единиц. Соответственно, чтобы опросить всех, стражам порядка понадобится, ну, примерно 20 часов, если уделять каждому, ну, хотя бы по 10 минут. И при этом они хотят оформить всё по-тихому и не привлекать внимания. А пришёл он в голову вот этой бабули, которая, по рассказам, чуть ли не Шерлок Холмс в юбке и поймала уже всех, кого только можно, кроме вот нашего маньяка. Мой отец ушёл, когда мне было 7. Я очень долго злилась на него. И вот однажды я вообразила, что он сидит передо мной. Ты не виноват в моих травмах. Я отпускаю тебя. Да, очень трогательно. Вдруг в перерывах между концертом парочка решает приобрести мерч «Вороны». Там же Купер скоррешился с продавцом, который, собственно, ему и рассказывает о засаде, ну, или о том, что... Это ловушка! Купер, поняв всю сложность ситуации, пытается найти выход. Но всё перекрыто. Он в очередной раз уходит от дочери, которая продолжает считать поведение Бати странным. Он тырит ключи у того самого болтливого продавца и думает, что хотя бы с помощью них у него получится слинять. Но вряд ли. Кстати, этого типа, походу, после сегодняшнего вечера точно попрут с работы. Он мало того, что не затыкается даже на минуту, так ещё и разбалтывает всем важную информацию. Причём не только о том, что здесь засада, а ещё и говорит Куперу секретный код всех сотрудников. Если ты его назовёшь, тебя вроде как не должны опрашивать. Назови код. Хэмилтон. Вообще Купер сам по себе очень, очень пронырливый и сообразительный хрен. Прям чуть ли не гений с IQ в миллион пунктов. Всё у него охренительно получается, кроме вот идеи, как оттуда сделать ноги. Всё никак не удаётся сообразить. Он даже стащил у спецназа рацию и втихаря подслушивает их разговоры. Потом подставил работницу столовой, где закинул в кипящую воду две стеклянные бутылки. А та как дура стоит, да и смотрит и ждёт, пока они лопнут. Она какая-то ёбнутая. Кстати, это именно то, что объединяет всех жертв фильма. Абсолютно все, без исключения, офигеть как медленно соображают. Ведут себя как тот самый олень, выбежавший на дорогу. Стоят в ступоре и смотрят. И нихрена не пытаются сделать. И тем самым дают возможность нашему маньяку не торопиться, всё обдумать и побыть гением. Но на фоне таких тормозов, поди ещё не побудь этим самым гением. Говорю, надеюсь, меня выберут для песни Мечтательниц. Для неё выбирает кого-то из зрительниц, и она выходит на сцену к Леди Рэйвену. Короче, у дочурки Шьямалана есть такая фишка. Каждый концерт она выбирает кого-то из зала, выводит на сцену для финальной песни, и вот, собственно, все мечтают там побывать. Купер, естественно, хочет порадовать дочурку такой вот возможностью. Но и не забывает, что благодаря этому он, возможно, сможет слинять незаметно через чёрный выход. Оттуда путь открыт на свободу только для самой артистки и для всех её корешей. Вы, видимо, на неё работаете? Ну, братан, тут скорее всё наоборот. В общем, Купер наплёл Шьямалану, что, дескать, его дочь только поправилась от рака и очень хочет попасть на сцену. Сердобольного отца певицы это, конечно, растрогало, и Райли всё же выбрали. Держите, наденьте. Они с нами. Девочка потанцевала со своим кумиром, а Купер стоит такой радостный, что путь отхода всё-таки придумал, и всё будет сейчас зашибись. Но! Не всё так просто. Этап досмотра пройти мужику придётся. Всё-таки он ни хрена не друг певец, и никто его просто так выпускать не будет. Или всё-таки будет. Перед всеми вы спросите меня и мою дочь, не хотим ли мы прокатиться в вашем лимузине. Короче, да. Купер пробрался-таки в гримёрку, где ему помогла сама артистка. И там же он ей признался, кто он есть на самом деле, и что нажатием всего одной кнопки он сможет оставить весь русский рэп без скриптонита. Только не это! Только не это, Жел! Ау, я отпущу его, если кое-что для меня сделаете. И да, Девуля, конечно, выполняет его требования, но она тоже не пальцем деланная у нас. Она же, по-любому, на что-то способна. Шо же, её просто так в фильм, что ли, позвали сниматься? В общем, манейчелла со своей задачей таки справился и выбрался сухим из воды, оставив неудел бабулю. Но на этом приключения не заканчиваются. Хитро выдуманная певица в машине такая заявляет, «А чё бы нам не направиться к вам в гости?» Купер от такой наглости опешил, но препятствовать воплощению мечты дочери, конечно же, не стал. Я убью молодого Спенсера, если скажешь что-нибудь при них. Отправишь СМС или приедет полиция, я убью его. Но, как я и говорил, Деваха такая же инертная жертва, как и любая в этом фильме. Но в отличие от других, она, пусть и бесконечно пассивна, но пытается что-то сделать. Вы знаете, кто такой мясник, Рэйчел? Вы про сумасшедшего, который делает вот это вот с людьми, да? Он чудовище. Что тут ещё сказать? Рэйвен удаётся завладеть телефоном старого и поговорить с жертвой. К счастью, подвал, где он заперт, оснащён не только камерой наблюдения, но ещё и к тому же колонками и микрофоном. «Нахера?» Ну и заперевшись в сортире, она пользуется подсказками жертвы, а ещё и современными технологиями, благодаря которым она выходит в прямой эфир и просит всех своих любимых подписчиков отыскать скриптонита и спасти бедолагу. Ну и попутно она рассказывает Симикю Купера о его тёмных делишках. «Телефон мне вернёшь?» «И остальные телефоны давайте». Кстати, сейчас её настиг не простой Купер, а неожиданно Купер, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством. Да, именно отсюда у мужика вдруг появилась ОКР, хотя за предыдущий час с небольшим не было даже малейшего намёка на это. Просто сценаристам только сейчас вспомнилось, что злодеям в фильмах необходимы какие-то интересные детали, чтобы он был реалистичным, а то кроме высоченного IQ и коммуникабельности у него никаких особенностей до сих пор не было. А эта дурилка, прекрасно понимая, кто перед ней стоит и что она здорово ему поднасрала за последние пару минут, так и не решилась хотя бы чем-то вооружиться, блин. А ещё лучше выйти в окно и как можно скорее вызвать полицию и уже наслаждаться горячим чаем с накинутым пледом в окружении стражи порядка. Ну как это сейчас модно, она пытается лишить нас интересной развязки путём разговора по душам с маньяком, как это, кстати, было в Смотрителях. Но, к счастью, этого не будет. В общем, Старый хочет с ней расправиться, но на пути оказывается его семья, трогать которую ему не позволяют его... Высокие моральные принципы. Поэтому он просто всех отпускает, а сам запирается в доме. Сюда являются спецназ и армия всей вселенной, чтобы прижучить этого педанта, который делает генеральную уборку в доме, чтобы ещё раз напомнить нам, что у него вот буквально недавно, совершенно неожиданно, появилась ОКР. Он всего лишь сумел переодеться и прикинуться водителем лимузина, в котором сидит наша звёздочка. Да, конечно, у него был потайной выход. Но, блин, дом как бы окружён целой кучей спецназовцев, где даже мышь не проскочит. Мышь не проскочит, а Гришка проскочит! Он в девяностые один от нас на разборке ездил! От него всё что угодно можно ожидать! Лидерная пуля, лазерная ружья! Хотя они же не знают, как он выглядит до сих пор. Может, тот самый сосед, который сказал, что видел его на заднем дворе, это и был наш Купер. Ладно, не суть. Когда он заехал на улицу, полную фанатов вороны, сама девка умудрилась открыть окно и все тут же давай блокировать ему проезд. Она выбирается из машины, сюда является спецназ. При этом лимузин был полностью под присмотром всё это время, но этот долбанный Гудини устраивает свой фокус с исчезновением и как-то выбирается из тачки. И по классике он охренительно незаметно вдруг оказывается вновь у себя дома. Да, ворону он всё-таки оставил в покое и решил взяться за супругу. Когда у меня появилась секунда подумать об этом, может быть ловушка была не на концерте, может она здесь. Да, старый подозревает во всех бедах Блонди, и, конечно, его подозрения не беспочвенные. Более того, так блины есть. А знаете, что мужика выдало? Но это ещё не всё. Она вдруг неожиданно для себя подметила, что мужик пипец как убедительно врёт. Ну и, собственно, именно она позвонила в полицию с подозрением, что в одном очень загадочном доме, возможно, живёт тот самый маньяк. А перед этим она туда пробралась и оставила на столе чек от покупки билетов на концерт Вороны. Это действительно был его дом, она перед этим проследила. Но и нетрудно догадаться, что теперь Блонди – ближайшая жертва маньяка. И, как подобает всем жертвам, тоже нихрена не предпринимает, а только предлагает ему захавать пирог. А тот, конечно же, соглашается. Весь такой аккуратный, продуманный маньяк даже не предположил, что и это тоже может быть спланировано, а пирог отравленный. Так, собственно, и выходит. Куперу становится хреново, он ловит галюны в виде своей матери, и его собираются успокоить Тайзером. Но с первого раза нихрена не выходит. Один из спецназовцев, увы, лишается зрения. Но Тайзер, появившийся здесь Шерлока в юбке, наконец срабатывает и пацана ждёт, в лучшем случае, несколько десяток лет на зоне. Правда, вот перед тем, как усадить типа в машину, они дают ему пипец, как незаметно стырить спицу от колеса велосипеда, чтобы тот потом с помощью неё смог сбежать. Как они дали ему это сделать, незаметно непонятно, когда спица размером, блин, на 15-20 сантиметров. Я помог ему! Больше ни с кем на работе разговаривать не буду! Ни с кем! И на этом, благо, этот карнавал дебилизма заканчивается. Честно, Шьямалана в последние годы я особо не смотрю, но, судя по оценкам его последних работ, все фильмы примерно одинаково хреновые. Но этот фильм, опять же, хреновым назвать, наверное, будет всё-таки неправильно. Первая половина мне очень понравилась, а вторая – сценино-редкостная. Прямо разочарование абсолютное. Но на фоне кризиса в кино, в принципе, на данный момент сойдёт. Смотреть можно и разбивать монитор, или вырывать себе волосы на голове, от тупости всего происходящего на экране не хочется. Это, как бы, уже победа, да? Моя оценка фильму – 5,5 баллов из 10. А на сегодня у меня всё. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вам нравится, ставьте комментарии, пишите лайки, и услышимся уже совсем скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!